Ребята, одну секунду внимания. Хочу рассказать вам о канале своего друга. Он также делает страшные истории. Парень действительно достойный внимания. Так что прошу вас заглянуть на его канал. Ссылку я оставлю в описании. Совсем недавно в высокогорных районах Италии в ледниках были обнаружены хорошо сохранившиеся трупы немецких солдат. Эксперты, изучившие секретные материалы СС, сделали вывод, что ученые Рейха работали над оживлением мертвых солдат. Тела погибших обрабатывали специальным составом, куда входил бальзамирующий раствор, синильная кислота, адреналин и еще десяток химических веществ. Мозг будущего бессмертного бойца помещен в спиртовую ванночку, расположенную внутри черепа. Монтировали компьютерный чип, электропровода, которые расходились по всем суставам зомби. Естественно, это не был живой солдат, способный принимать решения. Но с другой стороны, кому нужен вояка, который будет думать собственной головой? На то есть командир. Кстати, руководить армией зомби командующий мог при помощи пульта на расстоянии 5 километров. Да и убить мертвеца было крайне сложно. Для этого надо было попасть в крохотный датчик в голове бойца. В аналог истории осталась речь Генриха Гинлера, произнесенная им во время тайного визита на базу в 1944 году. Если вы выставите армию, скажем, 20 миллионов мертвецов, то нам не нужно даже выдавать ей оружие. Достаточно только отточенных ножей, чтобы она смела все на своем пути. От робота-убийц человечество спасло дорогое удовольствие, так как воскрешение одного мертвеца обходилось 500 тысяч долларов. Учитывая инфляцию, сумма для тех времен была очень большая. Однако к весне 1945 года свидетельствует Эрих Виндельман. Немецкие ученые создали около 50 зомби. К такому выводу пришла группа экспертов, обследовавшая ледник. Среди прочих погибших во льду было найдено и 50 бойцов с датчиками в голове и маркировкой неболунг на руках. Судьба секретной базы Третьего Рейха загадочна. Если предположить, что в апреле 1945 года совместными усилиями СМЕРШа и американских спецслужб она была взорвана. Основывается эта теория на весьма ненадежных фактах. При распаковках на месте предполагаемой базы был найден взыгнивший рукав от американской Шинели и диск от автомата ППШ. Многие материалы Второй мировой войны до сих пор ждут своей очереди на расшифровку и изучение. И быть может, в скором времени поведанная история уже будет казаться не столь неправдивой.